Как повысить престижность рабочих профессий? Ситуация парадоксальная. В стране не хватает плотников, сантехников и слесарей. По заверению работодателей, за такими специалистами очередь. По заверению самих специалистов, наличие очереди не увеличивает их зарплату. И чтобы прокормить семью слесарю, нужно стать менеджером по продажам. Проблемы и пути их решения обсудили на Всероссийской конференции руководителей учреждений профессионального образования. Подробности далее. О том, что экономистов и юристов в стране достаточно, знают все. Но для школьников это не аргумент при выборе рабочей профессии. В их представлении выпускник профучилища – это заводской рабочий в Мазуте, работающий по 10 часов в день. Людям не хватает конкретных примеров и историй. С плакатов на нас смотрят улыбающиеся банковские служащие и юристы. По мнению иностранных специалистов, проблемы в России и Европе схожи. На неокрепшие умы влияет медиасреда. Очень многие молодые люди думают, что если будет высшее образование, то будет блестящая карьера. Медиа формирует особую картину мира. Телевидение демонстрирует программы о том, как человек приходит с улицы и внезапно обнаруживается, что у него есть талант к актерству или пению. Молодежь смотрит эти программы и верит в то, что у них есть скрытый талант и шанс работать в шоу-бизнесе. Помимо престижа профессии не стоит забывать о зарплате. В этом показателен опыт Дании. Наличие профобразования гарантирует выпускнику достойный размер оплаты труда. Зарплата слесаря и менеджера среднего звена в Дании соизмеримы. Многие выпускники, получив рабочую специальность в России, уезжают работать в другие страны. Такая ситуация в сфере медицинского профессионального образования. Медсестры из таких развивающихся стран, как Россия, Бразилия, Индия, уезжают в Европу и США. Наше среднее профессиональное начальное образование ничуть не хуже, а намного лучше. Что там не хватает? Не хватает, естественно, деньги, не хватает материально-технической части и грамотная, четкая, продуманная политика. Чтобы оправдать ожидания, выпускников государства решило пойти по пути профилизации. Кадры в регионах будут готовить для тех отраслей, где в них заинтересованы. У нас в республике Хакасия есть программа развития профессионального образования, где, среди прочего, есть финансирование ресурсных центров, образование ресурсных центров. На сегодняшний день у нас четыре ресурсных центра в республике Хакасия. И это не конечный результат. Допустим, по горной отрасли, по горному делу у нас нет ресурсного центра, и наше образовательное учреждение на сегодняшний день над этим работает. В таком ресурсном центре выпускникам гарантируют трудоустройство и стабильную оплату труда. У рабочих профессий есть главный неоспоримый плюс. Квалифицированные рабочие кадры нужны во время любого финансового кризиса. Наталья Ершова, Илья Титов, телеканал «Просвещение». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова